Я ему говорю, бросай, а он не бросает, я ему говорю, бросай, попадешь, не бросай. Ребята, Артура Жуля помните? Да, конечно, знаем, да. На поезд опоздал. Как опоздал? В смысле, опять, но Артур как всегда. Я в нем вообще не сомневался. Ну и что мы тебе сделать будем? Ну давай, я за него. Отличная идея. Тогда поехали. Ну что, культурная столица? Встречай столицу гандбола! БГК Драйв на финале 4-х Сеха Лиги в Санкт-Петербурге. Погнали на арену полуфиналы. Что болельщиков вообще ждет на турнире? Болельщиков что ждет на турнире? Вы знаете, вот сейчас у нас сколько? У нас сейчас практически 30 минут до начала матча. Я думаю, что часа через полтора мы с вами скажем, что ждет болельщиков. Я думаю, что, я очень надеюсь, что Брестский гандбольный клуб покажет весь, всю свою агрессию, все свои навыки, покажет все свои умения, дух, который есть, а это великая команда. И выйдет финал. Ну тогда и вытекающий из этой всей прекрасной, хвалящей нас фразы вопрос. Кто фаворит? Да, Россия. Вы меня компрометируете. Хорошо. Окей, ладно, для Брестского телевидения скажу вот так. Слушайте, ребят, конечно, Брест. За кого еще можно болеть? Болеть мы будем только за Брест. Хорошо, давайте так, мы найдем значок всех Госпром-лиги, я опять повезу, я думаю, внутри. Хорошо, значит, друзья, условия, в комментариях под этим видео напишите пять фамилий, которые, по вашему мнению, игроков, которые, по вашему мнению, присоединятся к нашей команде в БГК имени Мешкова, в Межсезон. А можно я тоже напишу, и тогда у меня останется значок при себе? Если угадаете хотя бы троих. Спасибо. Давайте троих. Было приятно. Спасибо большое, спасибо, что приехали в Питер, поддерживаете своих. И давайте уже, пора, пора покорять эту вершину. А мы к вам приедем, не сомневайтесь. Спасибо. Наши возьми. Мы приехали, чтобы победить. Сегодня очень массовый выезд на целых два матча. Приехало сразу два автобуса. Два автобуса болельщиков из Бреста. Да. Как дорога? Дорога нормально, тяжеловато, но нормально, хорошо. Это самый долгий и самый дальний выезд? Да, самый дальний, самый дальний. И самый долгий? 22 часа. 22 часа ехали. Киль был? Киль был. Дольше? Нет. Ближе? Ближе. И быстрее? И быстрее. Есть история какая-нибудь с большого длинного выезда? Сегодняшняя? Давай. Вечный ремонт от границы Белоруссии до Питера. Ремонт дороги, ремонт дороги. Автобус вместо 100 километров 50, 40. Как-то так. На два матча, на два выездных матча сил хватит? Да, конечно, хватит. Хватит. Мы все заряжены. Не хуже, чем игроки. Не хуже. Рассчитываем на две победы и на что? Две победы. Первое место. Победа. Чемпионы. Конечно, кубок завоевать. Здорово. Спасибо, спасибо большое организаторам. Вот клубу два автобуса. Два шикарных автобуса. Ну и вообще все хорошо. Два шикарных автобуса. Два шикарных автобуса. Два шикарных автобуса. Мы к ним готовились, знали, что ребята бегут быстро в контратаку. Считаю, что у нас не получилось с ней справиться, потому что много пропустили им на легких голов. Позиции уже в защите более-менее хорошо отстояли. Хочу поздравить нас с выходом в финал. Спасибо сказать своей команде, молодцы. Спасибо, хочу сказать, болельщикам, которые проделали такой путь, чтобы поболеть за нас. Спасибо вам большое за это. И сегодня у одного из наших болельщиков и у моего друга, в его семье, произвело счастье. Родилась дочка у Леши и Кати. Поздравляю вас с этим замечательным событием. Второй день финала четырех Сеха Лиги. Это Питер. Сегодня у нас день с одной стороны отдыха, с другой стороны подготовки к завтрашнему финалу. Ну и это, друзья, отличный повод провести время в Питере. Провести время на воде и посмотреть на прекрасный город с водно-речной экскурсией. Питер. 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 Ни Ваня, ни Ваня важно, ни боли, ни жажды, крылатым умирает каждый, рождая дожди. Кем еще как ни с тобой прогуляться немножко по Питеру, обсудить атмосферу. А что для тебя вообще Питер, вот, сам по себе город? Честно сказать, я же из Питера уехал в 14 лет, в дубль чехских медведей. И в принципе там провел вот до 29 лет. И все. То есть получается, что я даже не могу сказать, что где я больше прожил. Получается, наполовину в Чехове, наполовину в Питере. То есть я сюда приезжал буквально только на область. Ну, конечно, для меня это остается родной город. Здесь и родители, и все. Поэтому, ну, я очень рад сюда приезжать. Сравнивать Питер с Москвой вообще корректно? Можно, нельзя? Можно. Мне Москва вообще не нравится. То есть даже когда мой город, ну, жил в Чехове, выбираться в Москву не нравилось. Потому что, ну, очень суетливый город. Вот здесь, конечно, есть суета, но она как-то более такая спокойная. Потому что если в центр приезжаешь, то люди больше прогуливаются. То есть им надо посмотреть все, смотреть. А в Москве вот просто все идут. Просто прут, можно сказать. И вот эта суета вся, мне она не нравится. Здесь такого нету. А вот эти чисто питерские фишки, которые, ну, для тебя, наверное, все-таки за столько лет немножко уже стерлись. Типа как парадная, поребрик, кура-греча. Кура, кура-гриль, она всегда была парадная. Поребрик, да, с меня всегда сменялись, что такое поребрик. Какой бордюр? Шаурма или шаверма? Шаверма. Ну, как? То есть это на генетическом уровне складывается? Да, это оно сразу, ну, то есть, ну, автоматически. Я даже не замечаю, это вот, если меня спросит, я скажу, поребрик. Я не скажу бордюр, даже не подумаю об этом просто. Булка, ну, тоже, ну, как, ну, хлеб. Ну, то есть для меня белый батон, да, как? Булка, она, булка, она и есть булка. Ну, для меня так. Поэтому нет, это, да, с молоком матери закладывается. Слушай, а вот, опять же, питерская фишка с разведением мостов. Опаздывал когда-нибудь из-за этого? Конечно, конечно. Очень часто мы опаздывали. Особенно обидно, что метро закрывается. И все, и ты на другой стороне. Сейчас такси, да, полегче. Но только такси, если там в один момент оно стоило, там, грубо говоря, 500 рублей, если развили мосты, это уже в три раза больше. Оно будет стоить полторы. И ты уже думаешь, ну, а что делать? Либо идти как-то пешком самому обходить. Но это, опять же, по времени, час, полтора. А эту отмазку использовал когда-нибудь? Ну, вот на самом деле на мосты не попал, но опоздал. Ну, мосты развели. Нет, кстати, не использовал. Ну, то есть, я говорил, как есть. Ну, все, ну, да. Опоздал. Да, опоздал, опоздал. Сравнили немножко мы Москву с Питером и твое ощущение от этих городов. А если с Брестом сравнить Питер, то вот что похоже и что... Очень спокойный город. Тоже, вот мне что нравится, нету суеты никакой. То есть, вот никто никуда не бежит. Ну, может из-за того, что как бы население не такое большое. Но, опять же, если сравнивать с Питер и Брест, то вот спокойствие. То, что нету этой суеты. А для меня это очень важно. То есть, никто никуда не торопится так размеренно, можно сказать. А, и очень добрые люди. Отзывчивые, так скажем. Что если где-то что-то у кого спросить, всегда помогут. В Питере точно так же. А вот в Москве могут, так сказать, пройти мимо и даже не заметить. Это вот тоже такой неприятный момент. Ну, и давай еще. Топ-5 самых значимых мест для тебя в Питере. Ну, наверное, начну со своей родной приморской зюшор, где я, в принципе, начал заниматься ганголом. 45-я школа в моем приморском районе. В принципе, там я с женой познакомился. Мы не познакомились, мы увидели первый раз друг друга. Третье. Так, ну, возьму, наверное, Новую Голландию. Очень хорошее место. Вот мы сейчас были на экскурсии, про него рассказывали. Мы тоже как-то съездили. Очень красиво. Такое. Сделали мини-пляж и розовый фламинго. И как-то это так не сочетается, так сказать, с самим Питером. Поэтому и выглядит очень круто. Наверное, банальный Исаакиевский собор. В принципе, весь центр. Потому что не устаешь по нему гулять. То есть даже этот раз приехал, два, три, ну, все равно очень красиво. Какие-то магазины открываются, что-то новое. Где-то какая-то выставка, что-то еще. Вот. Ну, и пятое. Про как раз отпуск выпадает всегда в июне у нас. Ну, почти всегда. И середина июня это белая ночь. Как раз алые паруса, белая ночь. Это очень незабываемо. Всем советую посетить хоть раз. Потому что, ну, такого, когда ты в 4 часа смотришь, светло вот как сейчас. И ты такой, а как? Ну, не может быть такого. На самом деле может. Поэтому вот, наверное, 5 таких не только мест, а даже событий. Спасибо тебе большое. Было приятно побродить, погулять немножко по Питеру. Спасибо. Фигура третья, финальная. Эпизод первый. Встреча. Слушайте, ну, я честно, я скучал по вам. Хороший больничный, чем близкий. На будущем в душе социалистов простонавших сидят. Спасибо. Все будет правильно. Слабее мы однозначно не будем. Потому что этот год был сложный. Понятно, что мы столкнулись с большими сложностями по комплектованию. Но, как видите, 15-кратное. Александр Анатольевич, просто огромное человеческое спасибо вам. Да, вам, на самом деле, перебью. Вам спасибо. Слушайте, если бы не было обратной связи, если бы не было вот ваших горящих глаз, ваших голосов, да, ничего бы этого не было. Понимаете? Это можно было бы прекратить, в общем-то, давно. Потому что поводов всегда можно найти много. Но, видя, как вы переживаете, видя, как вы приходите, видя, как вы искренне болеете, ну, мы не можем подвести тех, с кем мы идем вместе, да. Как там? Тех, кого мы приручили. Ну, так по классикам. Поэтому, идем дальше, двигаемся. Поэтому, все слухи преувеличены. Только бред и только победа. АПЛОДИСМЕНТЫ Эпизод второй. Болельщики. Кто победит? Б-Г-К. А, ухо. Давай так, разница в счете в конце матча будет? В... Один мяч. Один мяч. То есть будет такая напряженная концовка? Да, очень. Хорошо. Но победа будет? Замешков Брест. Помимо болельщиков, которые приехали на этот матч организованными автобусами из Бреста, есть еще и болельщики у наших игроков, персональные, сердечные болельщики. Это родители и старшие родители. Поэтому мы сегодня с отцом и дедушкой нашего десятого номера. Поэтому будем задавать им вопросы, будем сейчас их терзать. Каким он был в детстве? Спокойным, хулиганистым. Он в детстве, с четырех лет, был всегда подвижен. Мы всегда с ним играли. Волейбол, футбол, где-то баскетбол. Ну, чуть-чуть попытали. Работали с мячом. И потихоньку, потихоньку он начал искать свое место. И я думаю, что спорт, он пришел ему с детства. Это... Благодаря кому в гандбол он пришел? Ну, я его пытался в разные виды спорта. Но все-таки контроль мяча руками у него самый лучший. У спортсменов, ну, есть определенная диета, определенное питание. А вот когда к вам в гости приезжает внук, чем вы его кормите? Чем вы его угощаете? Мы его угощаем в дрянике, шашлыки. Бабушка очень любит. Бабушка болеет. И сейчас болеет за внука. Очень давно, с детства. С детства мы ни одной игры не пропускали. Всегда ходили и на Минск арену, и на Чижовка арену, и за сборную, когда он играл. Давайте бабушке привет передадим? Да, да, да. Очень, Томка, привет тебе большой. От нашей команды, от наших болельщиков. Мы стоим за БГК. Мы все болеем сегодня. И только победа. Ребята, смотрите, кого я встретил. Это же тот самый Дима, который танцевал в самолете в Запорожье. Помните? Мне кажется, это хорошая победная традиция. Танцевал на Сибур-арене? Буду? Давай. Как тебе? То, что надо. Спасибо. На удачу. Эпизод третий. Игра. Вжух. Эпизод третий. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok